привет друзья не стреляйте в пианиста он играет как может помните это такие строчки великие но в мое время все их знали все их знали кто-то мне там посоветовал комменты чтобы я поближе поставил микрофон ну давайте посмотрим близко ставить не близко ставите я же тоже боюсь чтобы вам там в ушах кому-то не стучал слышите друзья значит свобода и власть это две стороны одной медали почему олигархи например хотят иметь еще больше денег еще больше денег но потому что это власть а власть это свобода делай что хочешь а кто хочет власти но есть люди которые повыше уровня развития это люди созидатели а те люди которые не способны созидать и не способны ничего сделать они способны только разрушать к сожалению кто не созидает тот разрушает такова природа это очень интересно потому что сейчас идет вот такой в интернете вопрос дискуссионный отчего все это происходит во всем мире во всем мире потому что идет борьба добра и зла а что такое зло что такое добро возьмем самое ценное в жизни что это самое ценное это жизнь она дается один раз а вот поэтому у нас создаваемые науки человечность и есть такое понятие чувство бесценности живого но только не только твои еще и всего это из восточной философии тысячелетний опыт истории показывают что это самое важное продление жизни на земле шум там идет там пилят чего-то там там чего-то делать а нам это не мешает правда да а вот я знаете что вам хочу сказать никаких над мирных правительств нет по моему мнению это у нас голове все происходит у нас идет борьба не между сильными нет у нас идет борьба как и однажды говорил слабых сильными слабые это те которые свои недостатки возводят враг достоинств а сильные это те которые работают над собой которым стыдно у которых совесть есть они сильные вот эти слабые это варварство варварство против культуры поэтому мы должны создавать науку человечности чтобы поднимать человечность человека и творчество их самое главное в нем созидательность созидательность против примитивных против варварство да все очень просто не надо усложнять мне так кажется ну кому-то хочется верить то что есть там ну какие-то там инопланетные существа которые на нас влияют есть которые там говорят которые есть в глубине земли сидят который на нас оттуда влияет вот здесь у нас в голове у нас идет постоянно борьба добра и зла а что такое добро это то что поддерживает жизнь а что такое зло это то что против жизни то что против жизни и поэтому общей человеческой ценности это то которое поможет сохранить не только себя которая идет от инстинктов самых низких инстинктов самосохранения выживания которые борются с инстинктами высшими созидания а это происходит не только внутри человека но и в мире вот и все так просто правда поэтому нормальные люди объединяйтесь чем больше у нас школе будет нормальных людей чем больше мы привлечем нормальных людей которые понимают что доброта отзывчивость сопереживания любовь это общечеловеческие ценности инстинкт выживания он очень простой он есть и у собаки кошки и крысы поэтому дух должен победить материю 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 материя тоже требует энергии требует пищи мягкой подушки это понятно это для выживания но у нас есть еще высший уровень вот сейчас это говорят что мы переходим в эпоху перемен высокочастотных колебаний но это символически так на самом деле сейчас мир столкнувшись с неизвестностью как всегда в эпохе неопределенности до сейчас выстаивают именно люди которые созидательные пока они борются с теми которые пищи которые ищут свободу и те и другие но те которые пониже я сказал в развитии ищут свободу через власть через контроль над другими а те кто повыше через контроль над собой через разум и чувство гармонии и поэтому вот эти нищие уровни развития так сказать борются с высшими а теперь я вам скажу смешно и поэтому всегда власть не любила свободного художника потому что свободный художник подчиняться высшей власти чувство свободы чувство гармонии вселенской законоверность в общем я наболтал во всякую ерунду вы можете со мной спорить пожалуйста критикуйте как говорил будда если между вами и истинной стану я убей меня потому что буддин же это не религия буддизм это миротворчество я люблю буддизм я люблю ислам я люблю христианство я люблю иудаизм я люблю иудаизм потому что их основатели говорили то же самое о свободе о любви о сопереживании о сотворчестве да а потом это все вот так вот формализуется и свобода превращается в дисциплину до встречи друзья напишите как микрофон я его сейчас проверял да чтобы мне же надо как-то определиться потому что там же пишут что не очень хорошо слышно до встречи